Привет ребята! Сегодня мы приготовим 3 пиццы невероятно разных ценовых категорий. От самой дешевой за 100 рублей до невероятно дорогой в 10 тысяч рублей. Чего же такого на 10к можно накласть в пиццу скоро узнаем. О начинках поговорим чуть позже, а пока приступаем к тесту. Сперва просеиваем муку, дабы убрать комочки и прочую ерунду. Далее дрожжи. Для одной пиццы на 170 грамм муки отмеряем 3 грамма живых дрожжей. 15 миллилитров оливкового масла и 100 миллилитров обязательно теплой воды. Тщательно лопаткой все перемешиваем. Соль пока не добавляем, чтобы не навредить дрожжам. После получения однородной массы около 5 минут тесто вымешиваем руками. Для бюджетной пиццы вместо оливкового масла мы использовали подсолнечное, а для космически дорогой в воду перед замесом добавили чернила каракатицы. Так мы получим красивое черное тесто, которое как из предыдущих замесов убираем на 15 минут в теплое место. По истечении указанного времени добавляем в каждую из порций теста по 3 грамма морской соли и снова тщательно вымешиваем. Формируем шар, накрываем пищевой пленкой и оставляем в покое на 2 часа, чтобы тесто подошло. А сами тем временем займемся соусами. С дешевой пиццей все очень просто, будем готовить классическую маргариту. Для нее у нас всего 3 ингредиента. Томатная паста, она же соус, самая бюджетная моцарелла и один помидорчик. Все продукты затянули почти на 29 гривен или 85 рублей. Максимально бюджетно, все как мы и хотели. Для пиццы за 1000 рублей будем готовить томатный соус. Ставим сковороду на маленький огонь, добавляем оливковое масло, плюс мелко нарезанный лук с чесноком и обжариваем 3 минуты. Тем временем в кипяток опускаем несколько помидоров на 15 секунд. Затем вынимаем, снимаем кожицу и отправляем в блендер на измельчение. Добавляем помидоры в сковороду и тушим на среднем огне до испарения жидкости. Осталось посолить, поперчить, добавить базилик и соус готов. Для пиццы за 10к будем делать сливочный соус. Ставим сотейник на огонь и кладем в него топиться 100 грамм сливочного масла. Зубчик чеснока разрезаем на 4 части и отправляем туда же. Обжариваем до появления густого аромата. Спустя 3 минуты удаляем чеснок, но не выбрасываем, он нам еще понадобится. Всыпаем в масло 50 грамм муки и обжариваем, постоянно помешивая. Как только масса стала однородной, добавляем 250 миллилитров сливок, не переставая помешивать. По вкусу кладем базилик, соль и все с соусами покончили. Для бюджетной пиццы у нас все готово, можем ее собирать. Возвращаемся к тесту. Притрушиваем доску мукой, перекладываем на нее массу и еще раз хорошо вымешиваем около 5 минут. Затем смачиваем форму для выпекания подсолнечным маслом и растираем. Переносим тесто и распределяем руками равномерным слоем по всей поверхности, формируя борта. А дальше вилкой проделываем в корже отверстие, чтобы во время приготовления пар проходил сквозь, а не поднимал пузырем наше тесто. Самое время для томатной пасты. Выкладываем первым слоем и обмазываем ею корж. Переходим к помидорам. Нарезаем тонкими кольцами и выкладываем сверху томатной пасты. Последний ингредиент классической маргариты сыр моцарелла. Наш кусочек не просто дешевый, а еще и весит всего 125 грамм. Ну а что вы хотели в пицце за 100 рублей? Мелко изрезаем сыр, высыпаем верхним слоем и отправляем в предварительно разогретую до 250 градусов печь на 15 минут. Самое время переходить к ингредиентам, которые будут начинкой пиццы за 1000 рублей. Кстати, на 100 рублей скупиться было сложно, потому что очень маленький бюджет. На 10000 сложно, потому что сумма не маленькая и надо чего-то такого накуплять, чтобы это потом еще втиснуть в рамки одной пиццы. А вот на 1000 легче всего. Тут выбор огромный, разогнаться не успел, а лимит в 1000 рублей уже исчерпан. По чеку мы скупились на 442.50, но у нас на кассе произошла небольшая путаница и в этот чек случайно попал маскарпоне, он последний в списке. Если его вычеркнуть, получим сумму чуть более 352 гривен или 1040 рублей. На эти деньги мы купили испанский сыровяленый хамон, кабаноси и последняя мясная начинка бекон, два сыра дорблю и моцарелла, а также помидоры, часть из которых ушла на соус. Тесто уже расположилось в форме, выкладываем соус, обильно смазывая со всех сторон. Следующий слой заполняем испанским хамоном, кусочек к кусочку, чтобы не осталось просветов. Хамон у нас будет посередине между томатами, поэтому берем помидорчики, нарезаем тонкими кольцами 4 штуки, тут вообще кто как любит, и выкладываем на пиццу. Далее снова мясной слой в виде бекона и подошла очередь сыров. Высыпаем моцареллу на разделочную доску и мелко шинкуем, ну как мелко, это все равно сыр и он в печи расплывется, поэтому можно особо не усердствовать. Главное нарезать так, чтобы сыр распределить потом было легко по всей поверхности пиццы. Ту же операцию проделываем и с сыром дорблю, он очень соленый и может перебить все остальные вкусняхи, поэтому с ним лучше не перестараться. Остаются кабаноси, разрезаем каждую по диагонали и выкладываем финишным слоем. Пицца готова отправляться в печь, но для начала давайте посмотрим на нашу бюджетную. Классическая маргарита выглядит очень аппетитно и не скажешь, что она всего за 100 рублей. Пусть из дешевых, но относительно натуральных продуктов, да и по вкусовым характеристикам очень неплохой вариант. Еще бы томатную пасту на соус заменить, вообще было бы круто, но лимит в 100 рублей внес свои коррективы. Итак, пицца за 1000 рублей отправляется в печь, а мы переходим к самой, самой, самой козырной пицце, которую только можно придумать. Нет, купить пиццу за 10 тысяч очень просто, можно и больше заплатить, но там совсем не ясно, какая будет себестоимость и сколько придется переплатить. Мы же заплатили за содержимое этого пакета по чеку 3139 гривен 50 копеек или 9262 рубля. Итак, у нас здесь икра красная, икра черная, натуральное мясо краба, омар норвежский, осьминоги маринованные, а также кальмар и два сыра моцарелла и пармезан. Здесь одна моцарелла, к слову, стоит почти как 5 дешевых пицц, а баночка черной икры дороже трех пицц за 1000 рублей. В этом же наборе помидоры черри и базилик. Если сливочный соус для пиццы уже готов, то морепродукты требуют кое-каких действий. Начнем с норвежского омара. Он очень красивый и мяса в нем очень многое и в клешнях, но в данный момент нас интересует только хвост. Откручиваем его и аккуратно ножницами разрезаем хитиновый панцирь. Далее мясо извлекается на изи. Теперь каждый кусочек разрезаем вдоль, чтобы увеличить количество лакомства. В сковороду на огонь, оливковое масло и, помните, кусочки чеснока, которые мы говорили не выбрасывать. Вот где они пригодились. Обжариваем мясо омара по 30 секунд с каждой стороны и вынимаем. Точнее меняем омара на осьминогов и также обжариваем. Далее в этот же коктейль добавляем мясо краба и кальмаров. Последние два морепродукта были куплены в маринаде и кроме удаления рассола не требуют обработки. Туда же отправляем перец, соль и сок половины лимона. Перемешиваем и давайте посмотрим, как там пицца за 1000 рублей. А получилось просто загляденье. Вы сами взгляните, это уже не пицца за 100 рублей. Тут все в разы солиднее. Невероятное сочетание хамона с беконом. А еще сыр дурблю. Просто тает на языке. Но впереди пицца за 10к. Возвращаемся к пицце с морепродуктами. Тесто распределяем тонким слоем по форме. Не забываем делать отверстие в корже вилкой. И наносим сливочный соус. А далее буквально на 7 минут отправляем корж соусом в духовку. Наша задача только запечь корж. Тем временем мы измельчаем моцареллу, которая очень сильно отличается от двух предыдущих собратьев. И распечатываем пармезан. С ним дополнительных действий не требуется. Он уже в виде слайсов. А вот помидоры черри дольками не продают. Да и в силу их размера достаточно будет каждый разрезать пополам, не более. Семь минут прошло, вынимаем корж с печи. И визуально, мы же подручными средствами делим пиццу на 4 части. Две из которых по диагонали закладываем коктейлем из морепродуктов. Далее обильно, не жалея, засыпаем все моцареллой. Ее здесь по весу на 2 части в 2 раза больше, чем ушло в предыдущие пиццы. Затем кладем помидоры черри. Кстати, столько начинки, что получилось подобие бантика. Немного не так, как планировалось изначально, но тоже очень красиво. Финишным слоем все так же по диагонали засыпаем, не жалея пармезаном. И помещаем на 5 минут в духовку. По сути, все, что нам нужно, это дождаться, пока расплавится сыр. По истечению времени вынимаем из печи и осталась самая торжественная часть, добавить икру. Думаю, все уже догадались, что ляжет она по свободным уголкам. Наносим жирным слоем все до последней икринки. Сразу красную, а затем переходим к черной. Хотя по цвету она больше к зеленому. Накладываем побольше, побольше и пицца за 10 тысяч рублей готова. Отрезаем один из самых лучших кусочков на пересечении морского коктейля и черной икры. Ммм, на вкус она просто невероятная. Очень сложно описать весь этот букет вкусов. Хотя и не фанат морепродуктов, но пицца получилась просто объедение. Стоит ли за такую отдавать сумасшедшие деньги? Оставим этот вопрос риторическим. Всем приятного аппетита и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok